Мир вам, братья, сёстры! Я думаю, что сейчас наши операторы объявят на экране тему нашей проповеди сегодня. Христос – жизнь наша. Текст, который я хочу вам предложить вначале, записан в послании апостола Павла Колоссянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вообще, грандиозный текст. Он говорит о событиях, которые потрясают внимательного читателя или слушателя. Здесь говорится о том, что когда явится Христос, тогда вы явитесь с Ним во славе. Надо сказать, что немного искренних христиан сегодня на земле во славе. Не так ли? Иногда мы вот услышим, что вот где-то христианин во славе. Ну, не знаю, там, президент страны или еще занимает какое-то высокое положение в обществе. И так люди радуются, но часто радуются, пока не встретятся с этим человеком. А когда встретятся, как-то вот бывает теряются. Думают, ну, я как-то вот думал, что он как-то другой или вот как-то по-другому, или вот так как-то много плохого о нем говорят, и мы смущаемся. Одним словом, немного христиан сейчас на земле во славе. Но этот текст говорит, что в его явлении, в его второе пришествие, дети Божьи во славе все предстанут, пред Ним явятся. Но на удивление, хотя те, которые учат, как проповедовать и как исследовать Писание, говорят, что это не нужно делать, я сегодня из этого текста беру не главную мысль. Беру попутную мысль. И беру это сознательно. Вы обратили внимание, что здесь как бы попутно автор, апостол Павел говорит, когда же явится Христос, и попутно говорит, жизнь ваша. Я преднамеренно взял этот текст, потому что вы знаете другой текст. Апостол Павел, герой, сподвижник, победитель, сильная личность. Что он говорит? Для меня жизнь Христос. Он больше говорит. Он дальше говорит то, что как-то нас немножко будоражит. Он дальше говорит, а смерть приобретение. Ну, вы знаете, я знаю, что многие из вас мечтают встретиться со Христом, и я мечтаю встретиться с Ним, но вот не хотелось бы как-то вот так через смерть с Ним встречаться. Вот дождаться бы его, да, и встретиться. Какая прекрасная встреча. Но смерть – это неприятная штука. Я тоже знаю, что здесь в зале есть люди, которые, наверное, наблюдали смерть. Как приходит смерть, как она забирает людей. Мне нечасто это приходилось наблюдать. Я наблюдал это однажды. Я думаю, я никогда это не забуду. И тем не менее, хотя смерть такая неприятная, такая жестокая, такая холодная, такая недобрая, этот герой говорит, что я даже этим пренебрегаю. Я даже готов пережить это неприятное событие в моей жизни, «Только бы быстрее встретиться с моим Иисусом, с моим Учителем, с моим Спасителем, с моим другом». И он действительно был его достойным другом. Но почему я тот текст не взял для первого стиха моей проповеди? Потому что как только мы читаем крылатые слова апостола Павла, мы сразу думаем, ну, конечно, это герои, так могут сказать. Это для них. А мы простые, мы люди, мы немощные, мы обыкновенные. Знаете, как там в этой суперкниге, если вы еще детям показываете, или она уже вышла из оборота, мне там очень нравилось, когда автор в суперкниге говорит о каком-то необыкновенном герое Библии, то вот этот робот, который там есть, он говорит, а Крисп самый обыкновенный. Ну, о мальчике, который там присутствует. Вот. Поэтому мы думаем о себе, что, ну, я-то самый обыкновенный, поэтому, наверное, это не для меня, это не обо мне. И я преднамеренно взял этот текст. Потому что апостол Павел здесь говорит не о себе. Апостол Павел здесь говорит не о апостоле Петре. Он говорит не о каком-то другом сподвижнике или герое. Он говорит ко всем верующим. Он говорит каждому члену церкви Господа Иисуса Христа. Он говорит, когда явится Христос, а кем Христос для вас является, говорит он, жизнь ваша. Что значит Христос наша жизнь? Я сегодня в проповеди хотел бы ответить на три вопроса. Первое – это описать, что это такое, о чем идет речь. Второе – понять принцип, как это работает на практике. И третье – а какой же метод обладания этой жизнью? В своей очень известной классической книге ческий христианин, педагог, его до сих пор еще изучают в Восточной школе как основоположника педагогики нового времени, Яна Москаменский, в книге «Лабиринт света и рай сердца» описывал свой поиск истины, поиск правды на свете. Он дважды описывает в этой книге, что он заходит в церковь. Первый раз он зашел в церковь, и его там ничего не впечатлило. Он вышел из церкви таким же разочарованным в поиске правды, как он искал ее и в других местах в мире. Но вот позже его побуждает что-то зайти еще раз в церковь. И когда он заходит второй раз, он видит, что в церкви за некоей завесой есть еще группа людей, и он раньше за эту завесу не заглядывал. Он решается приблизиться и заглянуть за завесу. Он пишет, когда я подошел к завесе, на ней было написано «отрешение от мира». Но когда я заглянул за нее, взошел вовнутрь, то на внутренней стороне завесы было написано «любовь ко Христу». И вдруг он понял все и осознал, что то, что людям кажется потерей, то, что людям кажется, что вот эти верующие люди, которые следуют за Господом, они отказываются от благ земных, они отказываются от удовольствия, они отказываются от счастья. Это большое заблуждение. Это так только кажется со стороны мира, что это отрешение от мира. Потому что на самом деле для Божьего детяти, для последователя Иисуса, жизнь с Иисусом – это огромное удовольствие, это счастье, это то, что выражается словом библейским «блаженство». Это слово немножко отделяет нас от обыденного слова «счастье». Потому что счастье, оно такое изменчивое, то приходит, то уходит. Но вот блаженство – это что-то содержательное, надежное, основоположное. Итак, можно сказать, что субъективное составляющее, субъективное – это значит то, что человек переживает, тот, который встречается со Христом, тот, кто переживает глубокое общение, радостное общение, примирение, познание, переживает глубокое впечатление, вот это субъективное составляющее жизни во Христе, жизни Христом – это блаженство. Неудивительно. Кто читает Библию, вы знаете, наверное, помните эту историю, когда уже упомянутого героя, апостола Павла приводят на допрос к царю Агриппе. Там был консул римский, там царь был иудейский, римляне как-то заигрывали с местными влиятельными личностями, чтобы достигать покоя в регионе. Поэтому вот привели туда арестованного человека, как Библия говорит, узника. Это значит, что он был закован в цепи. Естественно, он не принимал там душ каждый день в тюрьме, где его держали. Естественно, он у парикмахера, наверное, давно не был, потому что если читать, то много времени прошло, когда его переводили с одного места в другое место, он был в заточении. Надо сказать, что кормили его там не особенно. То есть, ну, ничего внешне не высказывало, что вот у апостола Павла должно было быть много удовольствия от его положения, и от положения вещей, и от его состояния физического, в котором он находился. И вот он отвечает на вопросы, он беседует, а вот об Агриппе и о его свите написано, что они пришли со всей пышностью. То есть, в тот день, если с ним была его жена, она одела лучшие ожерелья и самые дорогие камни. И он, наверное, одел самую лучшую свою одежду, и, может быть, как новый русский или новый украинец, положил на шею большую цепь золотую, чтобы подчеркнуть свое достоинство. Они пришли с большой пышностью, и вот перед ними стоит скованный в цепи несчастный какой-то человек, там иудей какой-то, что-то он там странное говорит, чему-то он там странному учит. И вдруг ситуация в результате общения меняется. И этот странный иудей, этот узник в цепях, смотрит горящими, счастливыми глазами на этого несчастного царя, Агриппу, которому осталось жить, не знаю, пять или десять лет. И дальше абсолютный кошмар и неведение, что будет дальше. Он смотрит на него и говорит, «Ах, царя Гриппа, как бы я хотел, чтобы ты был таким же счастливым, как я!» «Ну, конечно, этих цепей я тебе не желаю», продолжает он. «Без цепей желаю, чтобы ты был таким счастливым, как я». Вы понимаете, что такое блаженство? Блаженство или настоящее счастье – это внутреннее содержание. Это то, что человек переживает, в чем он убежден, где его нельзя столкнуть, обмануть. Я как-то общался с человеком, который имеет зависимость от алкоголя. И многие люди ему советуют, что ты же губишь себя, ты же… Ну, обычно люди зависимые, они часто, бывает, отрицают свою зависимость, они находят какие-то извинения. И его извинение очень простое. Он говорит, «Разве пил бы, если бы не расстраивали?» То есть он в любом жизненной неудаче, в любом неприятном переживании, в любом том, что не по его, что ему неприятно, что приводит его в неприятное ощущение, он находит решение проблемы, заглушить это алкоголем. Но это же не решение проблемы. Это только показывает несодержательность внутренней жизни человека. Читающие Библию знают другую историю. Когда в Израиле был известный пророк Елисей, и кроме других чудесных дел, которые Бог через него делал, он еще царю израильскому подсказывал, когда сириане пойдут на войну и где сделают засаду. Так что царь сирийский вообще подумал, что у него буквально в самом ближайшем окружении есть предатели, и уже хотел с ними там разобраться. Но вовремя его остановили и сказали, «Ты никого не убивай, у тебя предателей нет в окружении. Это там есть пророк Елисей, ему Бог открывает, и он это все царю израильскому говорит. И он решает захватить этого теперь уже важного для него с военной стратегической точки зрения человека. И он с войсками окружает город». Читающие Библию знают, что там Елисей находится со своим слугой. И их состояние абсолютно противоположное. Елисей спокойно наблюдает за этой картиной. У него нет ни возмущения, ни страха, ни тревоги, ни волнения. А слуга его в большом страхе, в большом смятении. И Елисей молится тогда и говорит, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел реальность». Просто он не видит реальности, и потому что он не видит реальности, он в таком смятении, в таком страхе. И Бог открывает глаза на время его слуги, и слуга видит, что вокруг города ополчилось воинство небесное. Ну и думаю, на какое-то время слуга уже тоже успокоился. Не знаю, надолго ли ему хватило этого покоя. Наверное, скоро его опять новые проблемы вывели из нормального состояния. Понимаете, друзья, что блаженство, внутреннее содержание, внутреннее счастье – это много, это много значит. Мы совершенно по-другому реагируем на внешние обстоятельства. Буквально вчера на Фейсбуке кто-то выложил интересную мысль. У мудреца спросили, «Как узнать доброго человека?» Он говорит, «По-настоящему доброго человека вы не узнаете по тому, что он говорит, вы не узнаете даже по тому, как он выглядит. Вы узнаете по атмосфере, в которой вы оказываетесь, когда проводите с ним время». Вот, потому что содержание духа, продолжает этот мудрец, невозможно подделать. Знаете, еще слова красивые можно вычитать в книжке или скопировать с кого-то. Сделать какой-то вид, тот или другой, тоже можно на кого-то посмотреть и постараться себе такой же вид из себя делать. И, кстати, я вам скажу, никогда не занимайтесь этим, потому что оно очень как-то выглядит смешно и некрасиво, когда мы придаем себе какой-то важный вид или особенно какой-то духовный вид, или особенно какой-то благочестивый вид. И люди, те, которые не с Господом, они больше всего это замечают. То есть они видят разницу, когда мы уже сняли эту одежду с себя, вот, как мы выглядим и когда мы одеваем эту одежду. Но вот он говорит, а вот содержание духа подделать нельзя. На него ничего не напустишь, потому что то ли в духе, то ли во внутреннем человеке, то ли в своем сердце мы что-то видим, понимаем, переживаем. Мы находимся, какой процесс глубинных нашей мыслей, чем мы захвачены, на что сосредоточено наше внимание, чем мы впечатлены. Я люблю говорить так, под каким впечатлением мы находимся, под чьим впечатлением мы находимся. То есть мы, люди, постоянно попадаем под какие-то влияния. Хотите вы или не хотите. Потому что мы человеки. Мы не можем быть ни под чьим влиянием. Хотя я знаю, что есть такие люди, которые уверены в себе, что они так держат все правильно, и они так вот все у них под контролем, что вот на них ничего и никто не влияет. Какие заблуждающиеся люди! Потому что все мудрые люди признают то, что мы находимся постоянно под чьим-то влиянием. Поэтому эти мудрые люди приходят к Господу и просят Его, «Господь, хочу побыть с Тобой! Хочу попасть под Твое влияние!» Они радуются в церкви, когда осознают Божье присутствие и Божье влияние. Они хотят окунуться в эту атмосферу, омыться, они хотят переполниться ей. Они хотят, чтобы все фибры ихней души и ихнего сознания были переполнены Господом, Его прекрасным влиянием, Его прекрасной личностью, оказаться под Его влиянием, под Его впечатлением. Так вот, друзья, субъективная составляющая жизни во Христе, то есть внутренняя, то, что мы переживаем, – это блаженство. Блаженство от соприкосновения с Ним, блаженство от встречи с Ним, блаженство от общения с Ним, блаженство от влияния с Ним. Но вы знаете, если бы жизнь во Христе имела только вот эту субъективную внутреннюю составляющую, то нам бы могли сказать «Окей, но есть другие люди, которые заявляют, что они чувствуют себя хорошо». Хотя они, может быть, не все время так себя чувствуют, но какой-то период. Но вот жизнь во Христе, она неподдельна. Это не действие какого-то химического элемента на какое-то время. Это не уход от реальности, от действительности, когда человек себе что-то внушает, и себя будто чувствует хорошо, и хвалится, что он чего-то достиг, а все другие смотрят на Него и думают «Постой, это ужас какой-то». Если вот это состояние, это состояние счастья, это просто ужас. Что нам с Ним делать? Этот же человек и прожить не сможет. Так вот, у жизни во Христе, вот в описании, есть не только внутренняя, субъективная сторона, которую переживает человек, встречающийся с Господом, но есть и внешняя, объективная сторона, то, что могут наблюдать другие люди, которые находятся вокруг нас. И эта объективная сторона объясняется в Библии простым словом «плод Духа». И вы знаете, какой этот плод Духа. Мы знаем, что жизнь в Боге характерна тем, что человек проявляет любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Вот получается, что внутреннее блаженство от впечатления, от влияния, встречи, общения с Господом Иисусом, оно дает вот такой внешний объективный результат. И вы знаете, мы с вами часто, когда нам напоминают проповедники об этом, да и сами мы в Библию заглядываем, и когда мы читаем об этом, и когда речь только заходит, что это же как? Это же дома нужно что быть? Долготерпеливым? Это что опять, если посуду не помоют те, которые должны были помыть, то как это? Что улыбнуться? Это что? Когда тот, кто кредиткой неправильно пользуется, опять сделает перерасход, и нет сейчас этих денег, чтобы это все заплатить, это что? Радоваться от этого, и вы можете продолжать список ваших переживаний. С чем только нам в жизни приходится встречаться с самыми, может быть, близкими людьми, может быть, в доме, может быть, поверьте мне, я вот эти примеры привожу, ну, абсолютно выборочно. Как-то мне моя супруга говорит, слушай, а ты не думаешь, что это думаешь, что ты о своей семье рассказываешь? Я говорю, ну, я говорю, я так не думал никогда, а что так тоже можно подумать? Я думал, что я как бы говорю общечеловеческие такие переживания, которые со многими людьми в этом мире встречаются. Ну, вы меня поняли, да? Поэтому мы иногда думаем, Господи, разве это счастье? Неужели жизнь в Тебе, жизнь с Тобою – это блаженство, то, как Павел его описывает, или другие, если мне нужно, если мне нужно постоянно терпеть там, где не считаются с моими интересами, там, где мои мечты не осуществляются, там, где не по-моему получается, мне больно, Господи, мне обидно, мне нехорошо, я себя чувствую плохо. А давайте даже, если посмотреть с этой стороны, с объективной. Представим себе, что вы уже давно не переживали влияние от общения со Христом, и вам все становится обидней, и тяжелее, и хуже. Но даже тогда сравните, а какие же противоположности той жизни, которую предлагает нам Бог? Противоположность любви – ненависть, противоположность радости – депрессия, противоположность мира – стресс, противоположность долготерпения – нетерпение, нетерпимость, противоположность благости – грубость, противоположность милосердия – равнодушие, Противоположность веры – недоверие. Противоположность кротости – непристойность. Противоположность воздержания – подвластность эмоциям. А теперь смотрите, от чего же оберегает нас Господь своими заповедями? Смотрите, от какой жизни Он нас оберегает. От жизни в ненависти, в депрессии, в стрессе, в нетерпении, в грубости, в равнодушии, в недоверии, в непристойности. и в захвате негативными эмоциями. Разве это жизнь? Это же ад. Оказывается, что если даже здравым умом, не сосредоточившись на переживаниях от бедный я, как плохо мне, выведя себя из центра Вселенной, посмотреть внимательно на жизнь, которую предлагает нам Бог, то даже светские психологи предлагают то же самое, только другими методами. Они по-другому учат людей, как войти в состояние любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости и воздержания. Но Господь нам дает эту жизнь во Христе. Субъективно, когда мы встречаемся с Ним и находимся в общении с Ним, мы обогащаемся и изменяемся. Объективно, когда мы следуем вот тем побуждением внутренним Духа Божьего и научением Его Слова, когда мы следуем им и исполняем Божьи заповеди, мы видим, как мы выигрываем. И нам, конечно, бывает очень печально, когда мы не доверяем Господу и проигрываем. Когда Господь рекомендует нам, потерпи, прикуси язык на одну минуту, только на одну минуту, пожалуйста. И вдруг у вас веры хватило, и вы на одну минуту прикусили язык. И уже через три минуты вы торжествуете. Господи, слава Тебе! А сейчас бы началось. Сейчас бы пошло. А теперь ситуация уже под контролем. А теперь уже можно как-то разумно себе дальше повести. Огонь не загорелся. Ссоры. Вот. А одну минуту Тебя послушал, Господи. И как бывает печально, когда думаешь, Боже мой, сколько же можно, сколько же можно, 40 лет следую за Тобой. И какой позор! И какая низость! Но разве нельзя было здраво посмотреть на эту ситуацию? Неужели нельзя было без недоверия отнестись к этому поступку? Не подумать сразу, а это, наверное, то, это, наверное, то, это он меняет, она, она. А оказывается, это все и не так, как потом оказывается. А подумал же! А подумавшись, реагировал! А подумавшись, вел себя определенным образом. Пошел на поводу у какого-то недоверия, пошел на поводу у каких-то сомнений, и в результате такие результаты. Итак, друзья, мы подчеркиваем наш первый пункт. Описательно, жизнь во Христе имеет субъективную составляющую, которая есть блаженство в общении с Ним, и объективную составляющую, которая выражается в плоде Духа, изменяющей наш внешний мир, изменяющей среду, в которой мы находимся, созидающей жизнь вокруг нас, таким образом, что там Божье Царство, там Божье благословение, там Божье присутствие. Поэтому не только мы внутри радуемся и торжествуем во Христе и наслаждаемся общением с Ним, но и люди, которые вокруг нас, наслаждаются общением с нами. И ситуация, которая вокруг нас, выходит в русло созидательное, доброжелательное, создается хорошая, благословенная атмосфера Царствия Божьего. Конечно, никогда нельзя позволить перепутать вот это пребывание во Христе с законничеством или фанатизмом. Я люблю выражение Далласа Вилларда, он помогает иногда в нескольких словах объяснить такие глубинные вещи, которые будто мы как-то понимаем, но не знаем, как описать. Он говорит, законничество – это изменение поведения без изменения сердца. Поймите меня, братья и сестры, друзья, кто сегодня в церкви, я не проповедую вам сегодня законничество. Законничество – это когда мы приводим наше поведение, ну, так, как положено, так, как по Божьему, но внутри там ничего не поменялось. То есть, есть какая-то выгодная человеческая мотивация. Человек по своей греховной природе плотской считает, что хорошо, я так сделаю. Часто эти люди потом разочаровываются, зачем я терпел, а зачем я страдал, а зачем я любил, а зачем, а зачем, а зачем. Потому что, оказывается, они это все сделали не потому, это не из сердца шло, это не из их состояния, это не из глубокой веры, что Иисусу это нравится, это не от впечатления от Него, что, Господи, я теперь понял, как правильно, как мне хочется так делать, помоги только мне. Это было продиктовано какими-то другими мотивами. Поэтому законники, они всегда язвительны. Законники, они всегда любят осуждать, потому что им тоже тяжело эти заповеди Божьи соблюдать. Попробуй, какие они непростые, какие они сложные. И это же они все терпят и несут на себе. И как же теперь простить другому, который нарушает то или другое. И как же его снести? А как ему хорошо! Он просто злоупотребляет моей добротой, а я вот мучаюсь в этой доброте. Это крик законнического сердца. Сохрани нас, Господи! Не об этом речь идет в жизни, в Господе, в Иисусе Христе. Речь также не идет о фанатизме. Фанатизм – это преданность предмету поклонения без его понимания. Вот фанатики, они за Господа готовы, знаете, ну, порвать, убить, не знаю, что сделать. И даже не догадываются, что Господь, ради которого они собираются это делать, очень не хочет, чтобы они это делали. Потому что это не его сердце. Это не его сущность. Он совершенно другой в себе. И Господь поэтому часто говорит, «Ты думал, что я такой же, как и ты, пророк говорит, а я просто терпел тебя. А ты думал, что я такой же, как и ты, и я это все буду оправдывать». Поэтому если у фанатика Господь видит вот эту искорку Божью, поиска истины, он идет навстречу к фанатику. Я думаю, что апостол Павел до своего обращения был таким фанатиком, который был готов для своего Господа, и для своей веры на очень жесткие шаги. И он его встречает там и говорит, «Я тот, кого ты гонишь». Но жизнь во Христе – это не законничество и не фанатизм. Тогда как работает этот принцип? Как это происходит? Мы переходим к нашему второму пункту. Суть жизни во Христе хорошо описана во втором послании апостола Павла Коринфянам. Третья глава, восемнадцатый текст. Здесь написано так. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Слава тебе, Господь, что ты такой простой пример нам дал». Вот в те времена зеркалом пользовались, и сегодня все еще зеркалом пользуемся. Вряд ли кто-то из нас пришел в церковь, не посмотрев в зеркало. Поэтому я надеюсь, что нам понятно, о чем здесь говорит апостол. Он говорит, что принцип жизни во Христе очень простой. Это не значит, что вы должны подняться утром, прочитать десять заповедей, взять записную книжку и начинать проверять. Так, я вышел из дома, выполнил я четвертую заповедь, выполнил я восьмую заповедь, я повернул за угол, я встретился с Петром, и отслеживать, отслеживать себя. Здесь по-другому совершенно написано. Здесь написано, что принцип жизни во Христе заключается в том, что мы смотрим на Него, мы смотрим на славу Господню, здесь говорит Павел. Если вы пойдете в четвертую главу послания к Коринфянам, то он объясняет там, что слава Господня открылась нам в лице Господа Иисуса Христа. Поэтому мы взираем на славу Господню в лице Господа Иисуса Христа и преображаемся и изменяемся. Вы это часто замечаете за собой. Вам бывает на душе так трудно или обидно бывает, или тяжело терпеть что-то. И вы приходите в церковь, слушаете, поют песни, говорится проповедь, и вдруг вы начинаете осознавать, что мысли ваши все больше сосредотачиваются на Христе. Вы начинаете думать о Его любви. Вы представляете себе, как Он несет на Голгофу крест. Вы видите, как Он прощает грешницу. Вы видите, как Он жалеет больных. И вы все больше, больше, больше думаете о Христе, заканчивается собрание, и вы вдруг осознаете, что вы изменились. То, что вам так было больно, оно как-то отошло. То, где вам казалось, что я не могу простить, это обидно, оно где-то отступило совершенно на задний план, и вы сейчас совершенно контролируете, что произошло. Но вы смотрели на славу Господню. То есть, Бог привел вас посмотреть на реальность невидимого бытия, потому что Писание говорит, что видимый мир, который мы видим, он временный, а невидимый мир, он вечный. Вот поэтому, когда прекращается жизнь христианина, то, как говорил один брат, он ушел к Господу еще в 2012 году, я читал его записки, когда он пишет, что врачи дали мне две недели, а я прошу, чтобы Господь чуть продлил, потому что мне нужно дописать книгу. И он говорит, вы знаете, вот когда я считаю дни до моего перехода, многие вещи потеряли для меня какое-либо значение. Но вот есть один вопрос, который для меня очень важен. вот эта жуткая смерть, она приближается ко мне, и я знаю, что в один день я должен буду войти в ее мутные воды. И вот меня один вопрос только здесь интересует. Когда я зайду туда и перейду через эту реку, на том берегу, подхватят ли меня любящие руки моего Господа? И я знаю, что они меня подхватят. И в этом мой покой, в этом мое упование, в этом моя радость. Вы понимаете, видимое временно. Рано или поздно видимый мир заканчивается, говорит Писание, и мы видим реальность. Мы провожаем людей, которые уходят из этого видимого мира. Но есть мир невидимый пока для нас. И вот в этом невидимом мире, в этом невидимом мире наш Господь Иисус Христос точно так же контролирует всю ситуацию, как и в этом видимом мире. Поэтому мы полностью можем на него там положиться. И для нас самое важное, чтобы когда мы делаем этот шаг, чтобы там нас подхватили его любящие руки. Я вам честно скажу, я даже не претендую на то, чтобы его руки меня подхватили. Я хотел бы, чтобы он мне разрешил упасть и обнять его ноги. Мне там будет удобней. Потому что я знаю, что я не заслуживаю для того, чтобы меня подхватывать и носить на руках. Мне достаточно, чтобы он позволил мне обмять его ноги. Потому что он достоин. Он достоин моего поклонения. Он достоин славы, чести по содержанию его сердца, по его жизни, по его сущности. Потому кто он есть. Он поражает меня. Поражает меня величием своим. Поражает меня любовью своего сердца. Поражает тем, кто он есть. И я не знаю, кого вы можете найти другого в истории человечества. в бывшем мире, в нынешнем мире, в будущем мире. Кому вы пойдете? Кто станет вашим героем? Кого вы станете подражать? Кого вы станете служить? На что вы станете надеяться? А я хочу оставаться с ним. И это позволит он мне обнимать его ноги. Так вот, друзья, суть жизни во Христе, принцип этот, заключается в том, чтобы смотреть на славу Господню. Ну, если это так просто, то почему мы все сегодня неблагодушествуем? Почему не идет лавина огромной силы по всему земному шару утвержденных, сильных, любящих, побеждающих, жертвующих Божьих детей? Не возникает у вас такой вопрос? Господи, если все, что нужно, только сосредоточить внимание своего Духа и видеть Твое величие, видеть духовными очами Твою славу и в этом решение наших проблем, устранение нашего бессилия, изменение нашего характера, исполнение Духом Святым. Да, конечно, есть причины, почему этого не происходит со мной или с вами тогда, или в другое время. Я, по крайней мере, назову четыре из них. Первая причина – это неведение. Все еще в наш просвещенный век есть люди, у которых странное представление о христианской вере. И они сосредотачивают свое внимание на каких-то второстепенных вопросах, не понимая, что самое главное Господь им давно уже дал. Он дал им самое драгоценное. Мне нравится, как-то в своих ранних книгах Вочманни написал, вот вы представляете, когда Христос умер, вы тоже умерли. Он говорит, представьте себе, что у хорошего, богатого человека есть много добра, и слуги, и имущество, но у него только один единственный сын. И вот представьте себе день, в который этот один единственный сын умер у него. Вы понимаете, что для него все умерло? Что его теперь не радует то, что он имеет это все имущество, это потому, что это все носит второстепенный характер. Ценность как раз в том, что он отдал Христа Господь на страдания, на смерть ради нас. Поэтому то, что он дал нам Христа, и сегодня у нас есть добрая весть, благая весть, все, что мы должны сказать друг другу, примирись с Господом. Бог уже тебя простил. Тебе не нужно идти не в Мекку, и даже в Иерусалим, прекрасный город, который я очень люблю. Тебе даже туда не нужно идти, чтобы освободиться от своих грехов, порешать свои проблемы. Все, что тебе нужно сегодня, поверить Господу, что он тебя простил во Христе. Примирись с ним. Скажи, Господь, принимаю Твое прощение, принимаю Твою благодать. Ничего еще не понимаю, может, первые шаги моей веры. Господи, не знаю, что будет дальше, но доверяю Тебе. Доверяю Тебе благ. Поэтому есть люди, которые не понимают простых вещей, концентрируются на чем-то второстепенном, жизнь уходит, время уходит, они не переживают настоящей христианской радости в общении с любящим Господом. И Божья любовь для них не до конца понятна. Второе, это отвлекающие занятия. Это больше уже о нас с вами. Мы хорошо знаем о Божьей любви, мы часто плачем от радости, осознавая Его присутствие в нашей жизни. Мы часто благодарим Господа от души за Его щедрость, за Его благословение. Мы иногда восторгаемся, представив только, сколько раз Он нас избавлял, спасал, заступался, и как сегодня мы слышали, сколько раз Он каждый день нас прощает и покрывает своей любовью. И тем не менее, мы не всегда бодры, мы не всегда в силе, мы не всегда исполнены радостью, любовью, мы не всегда готовы служить и прощать и быть великодушными. Почему? Отвлекающее занятие. У нас есть разные дела, их нужно делать. И мы откладываем, откладываем, откладываем встречи с нашим Господом. И представьте себе женихи и невесты, если бы вот невеста ваша все откладывала встречу с вами, откладывала вы, месяц подождали вы, два подождали, ну, наверное, там через полгодика вы решили бы, ну, наверное, она не заинтересована во мне, если ей не хочется, уже полгода прошло, не хочется со мной встретиться. У моего хорошего друга есть такая обычай, он, когда у него важный вопрос какой-то ему нужно решать, он говорит, я хочу послушать Господа. В его интерпретации это значит, он уезжает куда-то в тихое место, где его никто не может побеспокоить, и выключает мобильный телефон, и он просто освобождается от повседневных отвлекающих занятий, чтобы слышать, что будет Господь говорит в тишине сердца. И вы знаете, есть у него в этом подходе разумная мысль, потому что, помните, когда великий пророк Илья с Господом имел диалог, что там Господь ему сказал, не в огне Господь, не в ветре Господь, а в тихом веянии ветра. Порой, чтобы услышать Господа, и мы поем в какой-то песне тогда, и в сердце сделай тишину, чтоб понял словья глубину. Вы знаете, порой у нас мы так заняты, я не говорю, что мы не молимся, братья и сестры, не подумайте так, мы молимся, но мы молимся о чем? Есть две разных направления в молитве, искать руки Божьей или искать лица Господнего, об этом говорит Писание. Когда мы ищем руки Господне, Господи, благослови, чтобы машина не разбилась, я в церковь еду, Господи, дай мне силы для проповеди, Господи, там, реши эту проблему, Господи, там, исцели того, это мы все просим руки Божьей, и Господь щедрый, многомилостив, и Он любит помогать людям, и Он простирает свою руку и помогает нам. Но я здесь говорю о другом, где псалмопевец говорит, ищите лица моего, говорит Господь. Потому что вот рука Господня нас ободряет, это безусловно, но меняемся мы больше от созерцания славы Господней. Нам нужно лицо Господне. Вот где начинается настоящее христианство. Руки Господней просят и те, которые не посвятили себя Господу. Когда жизнь прижимает, все молятся. Все молятся, когда тяжело становится. Но вот лица Господня ищут те, которые понимают большую важность братья и сестры быть под его влиянием. Третье, что нам мешает, это больные вопросы. Я не буду долго на них останавливаться. Больные вопросы, это где нас что-то зацепило. И вы знаете, мы вот опять хотим войти в нормальное русло жизни, а больной вопрос вылазит. Вот в семье часто бывает. Произойдет что-то такое сильно больно. И вот, ну давай уже не будем об этом говорить. Ну мы же когда об этом говорим, то только расстраиваемся и только, и уже договорились, и опять через 15 минут непонятно как, и опять разговор о больном вопросе. И опять туда же в ту же жижу, и опять туда в то же расстройство. И недавно один психолог эксперимент провела, взяла стакан с водой, и все думали, она будет спрашивать, он наполовину пустой или наполовину полный. Она спросила, какой вес этого стакана. Ну и люди затруднялись сказать. Она говорит, в принципе, разницы нет, какой его вес. Разница только в том, сколько я его буду держать в руке. Вот если я буду держать минуту его, он не будет таким тяжелым. После часа он будет очень для меня тяжелым. А если я день попробую его держать, я не знаю, что со мной будет. Друзья, вот так же и вот эти наши больные вопросы. Они просто нас убивают, и нам нужно учиться отдавать их в распоряжение Богу. И, наконец, разочарование. Разочарование – это более глубокие больные вопросы, может быть, в другое время мы о них поговорим. Так вот, заканчиваем мою проповедь. Если суть жизни взирать на славу Господню, и мы знаем, что нам нужно оставлять времена неведения, бороться с отвлекающими занятиями, преодолевать больные вопросы и не впадать в то разочарование, о чем сегодня не придется уже прокомментировать, потому что не будет времени, то метод жизни со Христом в Боге – это вера. Апостол Павел говорит, «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, в возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И вот здесь, когда мы говорим о вере, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что речь о вере, когда идет, речь не идет об усилии воли нашей, а больше о состоянии нашего разума, о нашем мировоззрении. Мы начитались много разных и наслушались видео, литературы, где нам говорят, надо поверить, надо поверить, и часто люди сжимают зубы, вот надо поверить, а оно не верится, а оно как-то вот не работает, потому что вера – это не усилие нашей воли, это в результате веры наша воля имеет силу принять решение и занять позицию. Вера – это состояние нашего внутреннего человека, состояние нашего сердца, поэтому, когда Давид приходит на войну с Голиафом, где он побеждает, то что происходит? Он приносит свой мир, с которым он с Господом там на полях догоняет Львов, он живет в общении с Богом, он находится под его влиянием Господа, и с этим миром он приходит на поле сражения, а его братья родные и все остальные воины в другом мире живут, они видят вот этого Голиафа здоровенного, и он у них перед глазами уже не первый день, и они сравнивают этого великана с своими силами, и они, нам с ним не справятся, нам с ним, вот это их мир и мир Давида, а я с Господом, а Господь мне всегда помогает, а если Господь мне и тогда, и тогда, и тогда, и тогда, и он со мною, то почему он не будет со мной и сейчас? Вы понимаете? Два разных мировоззрения, поэтому, когда мы говорим, что метод жизни во Христе это вера, то это значит, что мы должны позволить Господу омывать наш внутренний мир, мы должны позволить Божьему Слову, Духу Святому, постоянно созидать, изменять наш внутренний мир, потому что это не вопрос, что мы сконцентрируемся и примем правильное решение в нужный момент, нет, мы примем такое решение, в каком будет состояние нашего сердца в момент, когда нам это решение нужно будет принимать, поэтому у Чарльза Стэнли есть такая идея, он это называет битва перед битвой, Христос знает, что его на Голгофу поведут, что его рассмнут, поэтому, что он, он ведет битву перед битвой в Гефсимании, поэтому, когда он идет на Голгофу, первая битва уже выиграна, ответы от Господа уже получены, ангелы уже пришли, чтобы ему служить, поэтому, теперь он проявит верность и исполнит волю Божью, часто мы проигрываем битвы перед битвами, когда Гефсиманский сад, когда спокойненько, когда можно открыть хорошую христианскую книгу и почитать, мы потратим это время на что-то другое, когда можно встретиться с человеком, который знает Господа, побыть с ним 30 минут и напитаться хорошими идеями, и ободриться, и понять, почему можно верить в этом сложном мире, мы проводим это время где-то в другом месте, в результате, когда наступает битва, мы не подготовлены, мы не вооружены, и мы проигрываем наши битвы, поэтому, когда речь идет о вере, Писание призывает нас, возрастайте в вере, братья и сестры, не обманывайтесь, не думайте, что вы уже за Господом идете много лет, вас никто никуда не собьет, мы нуждаемся в обновлении, написано, внешний наш человек клеит, а внутренний с дня на день обновляется, без этого обновления внутреннего человека, без получения слова от Господа на сегодняшний день, без исполнения Духом Святым для сегодняшнего дня, манна, которую вы собрали вчера и третьего дня станет червивой, вот почему люди бессильные духовно христиане, они всегда рассказывают старые истории о своих подвигах в двадцатилетней давности, но у тех, кто с Господом сегодня, им есть что рассказать сегодня, что сегодня их Господь обновляет силы. Склоняясь для молитвы, давайте также попросим у Господа, Господи, мы хотим пребывать в Тебе, мы хотим быть под Твоим влиянием, и мы хотим, чтобы духовный меч, Твое слово, постоянно работало в нашем сознании. Господь, мы хотим быть свежими, мы хотим быть свежими, хотим, ну, сестры все хотят быть свежими, братья соглашаются, уже не совсем быть свежими, вот, мы хотим быть свежими, так, давайте будем ими, давайте будем обновляться благодатью Божьей, и пусть люди, которые общаются с нами, попадают в Божье присутствие, потому что там, где мы, там Христос. Я прошу прощения, что я забрал несколько ваше лишнее время, увлекся первым пунктом и не зарезервировал время на третий. Помолимся Господу. Отец, мы, твои дети, склонились перед тобой и благодарим тебя, что ты подарил нам воскресный день, день твоего святого воскресения, в который ты заповедал нам оставлять все наши дела и идти в дом Божий, идти в дом молитвы, и вместе с детьми твоими поклоняться тебе великому, чудному, прекрасному, любящему Господу. Мы благодарим тебя, Господь, за твое прекрасное слово. Оно настолько глубоко, величественно и премудро, что когда мы начинаем о нем рассуждать, мы просто утопаем в глубине твоей премудрости и силы. Господь, мы благодарим тебя сердечно, мы благодарим тебя, что ты нас избрал, ты нас простил, ты нас оправдал, и мы твои дети. Мы также молимся тебя за тех наших друзей, которые еще не могут назвать тебя своим Господом и Спасителем. Господь, помоги им поверить тебе, что ты единственный в этом мире, в котором жизнь, настоящая жизнь. И она не только настоящая, она еще и вечная жизнь, она прекрасная жизнь. Она не жизнь без болей, она жизнь с болями, с переживаниями, но это жизнь побед, это жизнь открытий, Господи, это жизнь духовного роста, это жизнь общения, это жизнь радости и торжества. И мы просим тебя, чтобы они избрали тебя, потому что мы знаем твердо, они никогда об этом не пожалеют. И мы просим тебя, Господи, помоги нам вооружиться этой мыслью, чтобы ту жизнь, которую ты даешь нам прожить здесь, на этой земле, мы прожили с тобой, мы прожили в тебе. Благодарим тебя, что ты наша жизнь. Аминь. Аминь. Аминь.